Продолжение следует... Мои собеседники сегодня Игумель Митрофан Лаврентьев, настоятель Николы Георгиевского прихода Ивановской епархии, известный человек и в среде православной общественности, православно-патриотического движения, а также Михаил Вячеславович Ефимов, кандидат в богословие, выпускник Московской Духовной Академии, историк и публицист. Тема нашей сегодняшней беседы – церковное учение о самодержавии, значение и смысл этого учения для нас, современных русских православных христиан. И начать эту беседу я хотел бы с вопроса к вам, батюшка. В последние годы много споров ведется вокруг учения о монархии, о самодержавии. Одни считают, что это учение является неотъемлемой частью вероучения православной церкви, ну как бы частью такого расширенного символа веры православного христианина. А другие говорят о том, что монархия и самодержавия являются чисто исторической формой государственного устройства и никакого отношения к церкви и к вере не имеют. Кто же прав на самом деле? На самом деле строительство именно монархической государственности всегда занималась не просто какая-то одна поместная церковь, а так сказать Вселенская православная церковь со временем с помощью Божией построила это учение и форму государственного устройства, которое позволяет создать оптимальное условие для спасения душ народа, который собран в том или ином, я имею в виду, православном государстве. И чем отличается эта форма устроения государственного от всех других форм, тем, что она строится по принципу иерархичности, которая дана как небесная иерархичность. И точно так же эта иерархичность, она как бы отражение построения небесного является построением земного устроения существования человека в обществе. И это наиболее оптимальная форма. Это особый, сугубо церковный был создан чин, который позволяет монарху нести не просто служение народу, а прежде всего служение Богу и ответственность пред Богом за народ, который Бог ему вручил. Поэтому само помазание на царство считается Божье помазание, Божье благословение царя на его служение. На него возлагается не только сугубая ответственность, но и при этом ему дается сугубая благодать Богом. Точно так же, как благодать священства, благодать архиерейства, это благодать возблагодать. Получается, что царь это некая форма церковного служения, наряду с епископской, священнической? Да, безусловно. И именно этим монарх всегда отличался от любой другой формы, там президент, там или правители, как именами называли. Но вот это единственная, именно Богом благословленная форма устроения государственности, которая позволяет и только вот с такой властью, благословленной Богом, возможно, та симфония власти и церкви, которая была создана при Константине Великом. Вот тогда при нем усовершенствовалась эта форма, в той степени, что сформировалось правильное окончательное учение церкви о самодержавии. А возможно ли симфония церкви с немонархическим государством? Нет, ну это бессмысленно просто. Это лишено вообще всякого... Как это власть, допустим, которая не благословлена Богом, какое может быть между этой властью и симфония церковью? Да. То есть это все равно, что соединение света с тьмой там. Михаил Вячеславович, скажите, а вот в наших духовных школах, в частности, Московской Духовной Академии, какая преобладает точка зрения на духовный смысл самодержания? Я должен сказать, что основной состав профессорской преподавательской корпорации Московской Духовной Академии стоит на монархических позициях, и это дает основание надеяться на то, что те выпускники Академии, которых выпускает Духовная Академия, будут нести в народ монархические принципы и пытаться возродить в нашей стране святое самодержавие. Я, например, не слыхал от кого-либо из преподавателей Академии каких-либо возражений на этот счет. Мне не приходилось встречаться с представителями республиканских увлечений среди преподавателей. Но это еще священномученик, митрополит Владимир, говорил в свое время, что если священник не является монархистом, то он не должно стоять у престола Божия и совершать службу Божией. То есть, правильно ли будет, если я сформулирую итог этой части нашей беседы таким образом, православное самодержавие не является политической системой, в отличие от республики, народовластия, олигархии и всех остальных систем. Это есть отношения не политические, которые связывают монарха и его подданных. Это есть отношения духовные, то есть в идеале это есть отношения любви. И сам по себе монарх не является политическим лидером, а он является духовным и державным вождем. И особое значение это имеет особенно в свете того, что православный монарх является помазанником Божиим. И русский православный царь на протяжении столетий вообще являлся единственным человеком на планете, который дважды приступал к таинству миропомазания. Первый раз как все мы при крещении, и второй раз при миропомазании ему были сообщены особые дары Духа Святаго, необходимые для того, чтобы он мог нести это свое церковное послушание. Можно ли вообще назвать царское служение церковным послушанием? Можно, как вот батюшка нам сказал. Отец Митрофани упомянул имя первого христианского государя Константина Великого. И в этой связи мне хотелось бы напомнить, что Константин в церковной среде именовался епископом внешних дел церкви. Этот титул, это наименование указывало на то, что власть христианского государя носит не политический, а духовный смысл. Тогда объясните мне, пожалуйста, почему же сегодня мы наблюдаем в среде духовенства достаточно мощное течение, которое поддерживается и значительной частью епископата, течение, которое напрочь отрицает какое-либо духовное значение самодержавия, и утверждает, что на самом деле монархия является всего-навсего человеческим изобретением. Одним из форм правления для церкви совершенно безразлична, какая форма правления. А вот ту точку зрения, которую мы с вами сейчас описали и изложили, они называют ересью церебожничества. Какие основания есть у этого движения и, собственно говоря, какие цели оно преследует? Да, вы правы в том, что, к сожалению, среди священнослужителей встречаются люди, которые отрицают, не признают богоустановленную власть христианских государей. Но с моей точки зрения, эта позиция, позиция этих священнослужителей противоречит позиции святейшего патриарха Алексея II, который неоднократно публично заявлял, что самая благоприятная и самая желанная власть для православной церкви – это власть христианских государей, помазанников Божьих. Пачка, а вот вам как бы изнутри ситуацию виднее все-таки? Как на ваш взгляд, русское духовенство современное, оно настроено в большей своей части в пользу православной монархии? Или этот вопрос как-то находится на периферии сознания современных священников? Трудно там оценить статистические количественные пропорции монархических убеждений священников и немонархических. Достаточно значительное количество священнослужителей, которые не понимают смысла монархии. Почему? Потому что об этом, к сожалению, если в Духовной Академии Московской об этом говорится, то уж в семинариях, которые большинство поставляют, особенно семинарии, которые были сформированы буквально последние 10 лет, были организованы, ввиду того, что они просто профессионально, большинство семинарий, там недостаточно кадров для того, чтобы учить. И необходимость восполнения, вот в церкви строятся, освященников нет. И вот скороподспешность некоторая там, может быть, рукоположение, она привела к тому, что произошел большой приток священнослужителей, которые не прошли школы. И вот этот пробел, он и дает свои плоды. Мне лично представляется, что главная причина вот такого печального как бы невнимания к этой части церковного вероучения в значительной мере заключается в том, что та часть духовенства, которая сумела встроиться в нашу нынешнюю псевдодемократическую жизнь, которая просто нашла свою нишу в рамках того, с моей точки зрения, ужасного состояния нашего общества, в котором оно сегодня находится. Эти люди хотят дружить с нынешней властью. Нынешняя власть не монархическая, нынешняя власть безбожная. Трудно сказать, богоборчественная она или нет. Наверное, нет, в отличие от коммунистов. Но она заведомо безбожная. А они хотят сохранить в ней хорошие отношения. Это, конечно, в первую очередь касается высших иерархов церкви, в первую очередь епископов. Для того, чтобы дружить с этой властью, нужно, наверное, говорить ей какие-то приятные слова. Нужно отвлекаться, в свою очередь, на призывы этой власти. И говорить в этой ситуации о монархии вроде бы и неловко. Да и зачем, собственно говоря. И есть еще один аспект. Дело в том, что если самодержавие является не политической, а духовной формой, усвоение любого духовного плода требует труда. Требует труда. Вот пребывать гражданином демократической республики никакого труда не составляет. Ну, пребывай себе, пребывай, живи, как живешь, ради бога. Не нарушай оголовный кодекс, все будет нормально. А быть подданным православного государя и помазанника Божия просто так нельзя. Это накладывает на человека определенные духовные обязательства. Это требует от него определенного внутреннего труда в устроении своей личной жизни, семейной жизни, общественной жизни, в устроении политической жизни такого государства. Это подразумевает жертвенное служение. Совершенно верно. Помазаннику Божию. А вот эта жертвенность, которая на самом деле составляет смысл и суть христианского веручения, она ведь далеко не всем доступна. И есть значительное число людей, которые просто сознательно закрывают глаза на эту часть веручения для того, чтобы не отягощать свою сегодняшнюю жизнь. И вы знаете, мне кажется, что именно с шерпием связана еще одна проблема, которая в последнее время давно бурно обсуждается в среде православной общественности, в духовенстве, даже вот архиерейский савор последний посвятил этому немало времени. Это проблема, связанная с отношением народа церковного к первому русскому царю, к первому помазаннику Божию Иоанну Васильевичу Грозному. О, да, это самая болезненная проблема современности. Да, мы знаем, что существует достаточно значительное число людей, существует как бы целое течение внутри церкви, которое свидетельствует о святости государя, о своем почитании государя как святого угодника Божия. И ведет дело к тому, чтобы очистить его образ от клеветы, восстановить его почитание, поскольку когда-то он уже был прославлен так местно чтим и святой, и восстановить это почитание. А другая часть, по большей мере такая либеральная куменическая часть духовенства и священного началия, категорически не приемлет этой точки зрения и всячески пытается доказать, что Иван Грозный был действительно тираном. На троне ничего больше, и, в общем, говорить о его почитании как святого угодника Божия могут только не совсем здоровые люди. И я должен, к сожалению, сказать, что святейший патриарх неоднократно вставал вот на эту последнюю точку зрения. Более того, как-то он заявил совершенно откровенно и открыто, что говорить о почитании Ивана Грозного как святого могут либо провокаторы, либо враги Церкви. И вот я в связи с этим задаю вопрос сам себе. Вот я являюсь, свидетельствую об этом перед телекамерой, искренним почитателем царя Ивана Грозного, считая его святым угодником Божиим, предстоящим ныне престолу Божию, молящимся о спасении Руси из нынешнего тяжелого, так сказать, духовного кризиса. И получается, по прямому смыслу слов нашего первосвятителя, что я либо провокатор, либо враг Церкви. То есть меня либо купили, я не знаю, кто там, жиды, масоны, ЦРУ или массад, да, вот, или просто, значит, наверное, я не вполне вменяем тогда в умственном отношении. Мне трудно самому судить, так сказать, рассудить вот эту коллизию, поэтому я хотел бы обратиться к вам. Скажите, какова ваша точка зрения вот на эту проблематику, связанную с государством? С одной стороны, вот это мнение, ну так, как назвали, либеральной части вот там духовенства и не только, оно формировалось, я считаю, что это наследие чисто коммунистического воспитания еще. Те штампы исторические, которые в свое время были вбиты в головы, от них мне приходилось многими даже там историками говорить, эти штампы настолько глубоко засели, что очень тяжело их от этих штампов освободить. Это первое. Вторая причина, которую я считаю, это ведет к такому мнению отрицательному отношению к царю Иоанну Васильевичу Грозному, великому царю, это неосведомленность, непросвещенность людей, неинформированность. К сожалению, истинную историю, которая есть, если она сохранилась в наших летописях, документах, множестве свидетельств, сохранившихся святых царя, они просто не знают. И вот в первую как бы брешь пробил в этом митрополитеан. Да, я вот ваше решение тогда процитирую его, как раз вот у меня в руках его книга «Самодержание духа», которая была написана еще 11 лет назад, в 1993 году. И вот что пишет преснопамятный владыка по этому поводу. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Это евангельское изречение, пожалуй, точнее всего, передает суть многовекового спора, который ведется вокруг событий царствования Иоанна Грозного». С легкой руки Карамзина стала считаться признаком хорошего тона обильно мазать эту эпоху черной краской. Даже самые консервативные историки, анархисты, считали своим долгом отдать дань русофобской риторике, говоря о гикости, свирепости, невежестве, терроре, как о само собой разумеющихся чертах эпохи. И все же, говорит Владыка Иоанн, правда рвалась наружу. «Свет беспристрастности время от времени вспыхивал на страницах исследований, среди предвзятости разрушая устоявшиеся антирусские и антиправославные стереотипы». Вот целая глава этой книги посвящена как раз царствию государя Иоанна. И Владыка Иоанн говорит, между тем, все так просто, не было никакого тирана на троне. Был первый русский царь, строивший, как его многочисленные предки, Русь, дом Пресвятой Богородицы, и считавший себя в этом доме не хозяином, а первым слугой. Скажите, пожалуйста, Михаил Вячеславович, вот вы как историк, уже говоря не о духовной стороне вопроса, а, скажем, о чисто исторической, «Как могли бы охарактеризовать царствование государя Иоанна? Ведь мы же все с детства со школьной скамьи знакомы с утверждением о том, что он был жестоким тираном, что он убил своего сына, что он, значит, опричным террором залил кровью Россию. Насколько справедливы эти утверждения?» «Я лично не спешу давать веры этим утверждениям, поскольку я на протяжении многих месяцев занимаюсь серьезным исследованием этой эпохи и непосредственно личности Иоанна Васильевича, мне пришлось, посчастливилось добыть целый ряд свидетельств и аргументов, которые показывают невиновность русского царя, показывают, что он был оклеветан, в первую очередь, пресловутым кромзиным. В настоящее время исследование творчества Николая Михайловича является... Кромзиным, вы имеете в виду? Да, да, является доминантой моей жизни, и я посвятил этой тематике ряд своих публикаций, посвященных русскому вестнику. Если брать историческую часть, Карамзин не может считаться первоисточником и историческим доказательством. На самом деле, это некое художественное переложение одной из версий русской истории, которую он изложил. Совершенно верно. То есть, вот эти очень частые ссылки на Карамзина, они имеют только художественную ценность, а никакой научной и исторической ценности они не имеют. То есть, Карамзин не является историком, ну, как бы, вот в строго научном смысле этого слова. Да, если мы говорим о девятом томе... Ну да, я имею в виду в данном случае эпоху, связанную с Иваном Грозным, и его описание вот именно этой эпохи. Первые восемь томов истории государства Российского все-таки имеют весомое значение в исторической науке. Ну, я тогда вот о чем хотел бы спросить вас. Вот на состоявшемся архиерейском соборе, в приложении к докладу митрополиту Ювеналия, который возглавляет комиссию по прославлению святых московской патриархии, есть два документа, так называемые приложения номер 4 и номер 5. Вообще, конечно, очень таинственные документы, потому что они каким-то образом оказались внесены в деяния собора, хотя они на соборе не обсуждались, и никто как бы их глаза из архиереев не видел. Приложение тоже очень смешно. Приложение номер 4 и номер 5. Где приложение номер 1, 2, 3, никто не знает. Почему они 4 и 5, тоже непонятно совершенно. Но они как раз вот посвящены обоснованию той самой точки зрения, что, в частности, что Иван Грозный, это, значит, кровавый тиран, а люди, которые пытаются каким-то образом излагать иную точку зрения, они просто как бы не совсем здоровые. И вот что там сказано. Просто чтобы мы могли адресно обсуждать аргументы противников нашей точки зрения. Вот что там сказано. Во-первых, сторонником канонизации, причем вот они почему-то говорят о сторонниках канонизации. Вот я, например, про себя могу сказать, я не являюсь сторонником канонизации Ивана Грозного, потому что он уже был канонизирован. Не надо канонизировать того, кто уже почитается как святой. Это как бессмысленное занятие. Так вот, во-первых, сторонникам канонизации не удалось представить ни одного нового исторического источника. Вот я хочу спросить вас, скажите, пожалуйста, я знаю, что в Российской государственной библиотеке, в бывшей Ленинке, найдены и находятся оригинал святцев Коряженского монастыря 17 века. Не какая-то там, так сказать, перепечатка или позднейшая, а именно сам вот этот оригинал. И в этих святствах монастырских там сказано... Иван Васильевич числится как святой. Там он числится как святой, там определенная дата обретения киреси святаго великомученика, причем царя Ивана. Это действительно так. Эти святцы изданы в 17 веке, и поэтому считаю, некоторые... Они на самом деле не изданы, а написаны. Это рукописник в этом документе, да? Да, да, да. Я имею в виду, что они появились и размножились в 17 веке, поэтому принято считать, что с того времени принято считать молиться Ивана Васильевича как местно чтимому святому московской епархии. Скажите, батюшка, а вот каков, скажем, духовный авторитет вот этого источника? То есть, если мы имеем перед глазами источник 17 века, монастырские святцы, где сказано о том, что царь Иоанн Васильевич почитается как святой, является ли это достаточным свидетельством вот с точки зрения духовной, внутренней, ну, не знаю, богословской, если хотите, является ли это достаточным свидетельством, чтобы утверждать, что почитание царя Иоанна, оно существовало, и он являлся местно чтимым святым? Безусловно. Почему? Потому что это явилось основанием для всей русской церкви до революции почитать Иоанна Васильевича как святого, и народ на самом деле есть свидетельство, как народ почитал. Но и главным для нас свидетельством это служат сохранившиеся иконописные изображения Иоанна Васильевича Грозного, их насчитывается 7 или 8, вот, начиная с Грановитой палаты 1882 года, иконописные изображения с нимбом, где написано святой, благоверный, князь, это, богопомазанный государь всей России, там и многих государств. Вот как раз касательно этой иконы, которая находится в Грановитой палате, значит, ведь говорят, во-первых, там нету слова святой, вот вы сейчас сказали, там написано благоверный, боговенченный и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорят, нету слова святой, значит, как бы она не может, так сказать, таковой признаваться. Во-вторых, говорят, ну, она написана по приказанию там Александра Третьего. Отлично Александр Третий любил Ивана Грозного, ну, и велел написать, значит, когда это все было. Насколько такие возражения, ну, насколько они обоснованы? Ну, противники, те люди, которые верят в клевете, возведенной на Ивана Васильевича, говорят, что в то время было принято изображать христианских государей как святых, с нимбом вокруг головы, но я лично не знаю изображения какого-либо другого христианского государя, вот кроме Ивана Четвертого, который был бы изображен таким образом. И не Екатерина Великой, не Анна Иоанновна, не Петра Третьего, мы с ним в уме не видим. Да, нет, нет, я, например, не знаю исторических доказательств существования такой традиции, поэтому я изображение Ивана Четвертого, обретаемое в Архангельском соборе Московского Кремля, считаю одним из аргументов святости личности Ивана Четвертого. А вот я слышал о том, что уже в наше время в Москве в одном из московских храмов находилась снова написанная икона царя Иоанна Грозного, которая, в частности, мироточила. Да, это икона и существует и ныне. Написана она была монахом Григорием, это вот как раз из Петербурга был такой художник, который по благословению отца Николая почившелся. Простите большое, вот вы видели эту икону? Просто мне это важно как верующему человеку, свидетельству очевидца. Видел неоднократно и видел, как эта икона мироточила. Она неоднократно бывала на крестных ходах. Вот во время одного из крестных ходов, я уже сейчас не помню, то ли по поводу тогда средней Владимирской иконы Богородицы, тогда крестный ход, и эта икона тогда замироточила первый раз. После этого было еще несколько раз вот такие мироточения этой иконы. Необыкновенное ощущение благодати от этой иконы исходит. Там царь изображен в схеме, так как вот он и был явление тому монаху, он как его увидел, он так и написал эту икону царя Иоанна Васильевича. И это изображение, вот и написание тогда, оно было служено отцом Николаем, который, кстати, говорил, что не надо прославлять царя Иоанна Васильевича, он давно прославлен просто. Вы имеете в виду старца Николая Гурьянова? Да, отец Николая Гурьянова, да. А как же тогда быть вот с утверждением авторов приложения, они, правда, анонимные, то есть неизвестно с кем дискутировать, они не подписали свое приложение, которые утверждают, что, значит, одним из пороков государя Иоанна Грозного, в частности, было многоженство, я цитирую, многоженство, в результате которого последние десять лет своей жизни царь был отлучен от причастия святых христовых тами. Ведь это страшное обвинение для православного человека, если оно соответствует действительности, да? Скажите, Михаил Вячеславович, это соответствует исторической истине? Мне не приходилось обретать каких-либо серьезных исторических аргументов, которые подтверждали бы истинность, подлинность этой мысли. Опять же, здесь, в данной ситуации, мы вынуждены возвратиться к разговору о Карамзине. Собственно, от него и исходит эта клевета, эта инсинуация. Доподлинно известно, что у Иоанна IV были только четыре венчаных супруги. Четвертая женитьба Иоанна Васильевича состоялась по благословению русских архиереев. Дело в том, что третья жена умерла спустя несколько дней после таинства венчания, брака венчания, и государь не познал ее как жену и просил о священначале русской церкви благословение на четвертый брак в виде исключения. Им было сказано, неужели вы хотите, чтобы русским государством управлял человек, впавший в блуд? Если вы этого не желаете, то благословите меня на четвертый брак. И такое благословение было дано. Тогда получается, что утверждение, что якобы царь попал под епитимию, что ему запретили причащаться и даже молиться в церкви, так вот здесь написано. Оно не соответствует действительности. А откуда же это взято? Мне самому интересно было бы узнать, на каком материале, на каких исторических данных базируется это утверждение. Каковы первоисточники, да, вот это утверждение. Причем, если я правильно понимаю, вот эти браки государя, они были связаны не с каким-то, так сказать, плоским неистовством, да, а связаны они были в первую очередь с государственной необходимостью иметь наследника, да, то есть как бы утвердить, ведь первая его любимая жена Анастасия, она была отравлена. И вот любопытно, для меня во всяком случае было весьма любопытно ознакомиться с результатами комиссии. Вот вы знаете, наверное, да, что в 1963 году, еще в 1963 году была вскрыта гробница Иоанна Грозного и вскрыто захоронение его ближайших родственников. И были проведены научные исследования их останков. Так вот, в деятельности этой комиссии сказано, в останках царя Иоанна Грозного и его сына Ивана, старшего сына, которого он якобы убил, да, показания естественного фона по ртуке превышены в 32 раза. То есть они были отравлены. А что касается царицы Анастасии, Анастасии первой и любимой жены государя Иоанна, то, значит, вот у нее в волосах превышение содержания ртуки над фоном, над фоновым значением, было в 120 раз. То есть это совершенно очевидное свидетельство о том, что и она, и государь, и старший его сын, они были просто отравлены с помощью какого-то ртуки, содержащего препарата, я не знаю, мышьякали там или еще чего-то. Да, да, а вообще известный факт исторический, что из рода Иоанна Васильевича Грозного 19 его ближайших родственников было отравлено, и все таким же способом. Но это, кстати, объясняет, почему вот в святцах монастырских XVII века он упомянут как мученик, не только как государь, но еще как мученик, то есть как человек, который умер за Христа. Я не могу удержаться, чтобы не сказать еще об одном. Когда были скрыты захоронения, я еще раз повторю, это 1963 год, и скрывают люди никакого отношения, естественно, церкви не имеющие, советские историки с паркбилетами в кармане, и они просто как бы фиксируют, что они там обнаружили. Так вот, они обнаружили в захоронении государя сохранившуюся мощь. Вот у меня есть даже фотография, где видно, что сохранились нетленные мощи, весь скелет сохранился, сохранилась схема. Это подтверждает тот факт, что он был перед смертью пострижен в схему с именем Иона. И еще что любопытно, значит, вот в какой позе эти мощи лежат? Левая рука лежит на груди, а десница государя, она поднята в благословляющем жесте. То есть вот таким образом лежат эти останки. Есть фотографии, есть видеоматериалы, они сохранились, видеоматериалы этой комиссии. Я это просто... Почему хочу обратить на это внимание? Потому что для верующего человека ведь большее значение имеет не научная фактура, а духовный смысл, содержание. И тот факт, что государь умер в качестве схимника, и что на протяжении 400 лет сохранились нетленными его мощи, почивавшие в Кремлевском соборе. И что он был найден с благословляющим жестом, этот факт для верующего сердца говорит гораздо больше, чем десятки статей научных, которые написаны, так сказать, сухим и бесстрастным рациональным языком. И я вот в связи с этим что хочу еще спросить касательно исторической части. Вот в приложении к докладу, в частности, утверждается, что царь Иван умер, играя в шахматы. Он играл в шахматы, и в этот момент его хватило удар, он умер. А дальше я буквально цитирую, написано, что скорее всего чин пострижения в схиму производился над бездыханным телом. То есть как бы обвиняются в кощунстве, в святотатстве обвиняются те люди, которые тогда совершали этот постриг. Причем обвиняются абсолютно недоказательно. Как можно это доказать? На каком основании делаются такие заявления, мне лично непонятно. А и даже если государь умер за игрой в шахматы, что в этом плохого? Смерть может застать человека в любом месте. Ну да, но они приводят эту версию, очевидно, для того, чтобы исключить возможность его пострижения в схиму. Потому что представьте, схимник, играющий в шахматы. Да, одно другому противоречит. Одно другому противоречит. И вот эти противоречия пытаются каким-то образом выстроить. Но не приводят источников, откуда это все взято. Интересно было бы узнать. Я знакомился с материалами, мне так довелось увидеть и тогда киносъемку, хронику, когда вскрытие гробницы, как последовательно раскрывали останки царя Иоанна Васильевича, и читать объективный отчет ученых, которые не духовные, не религиозные, а чисто объективные. Они зафиксировали то, что они увидели. Видел фотографию, фотоотчет об этой комиссии. Во-первых, схема, кстати, сохранилась целиком. На первой фотографии, когда открыли крышку, схема была, она, может быть, была ветхая, но она была, целиком видно было, что схема... То есть, одеяние, да, но целое, вот. Это один момент. Второй момент. По описанию, которое было дано этой комиссии, там это точно соответствует тем описаниям, которые со святой горы Афон, так описываются нетленные мощи, которые обретались у тех схемников и монахов, которые подвязались на святой горе Афон. То есть, описываются точно... Желтый цвет, признак света. Да, вот. Еще следующий, очень важный факт, который открыла комиссия, что царевич Иоанн умер своей смертью от отравления. Старший ценный. Да, да. Никакого убийства, никаких следов на его телепи, абсолютно никаких травм не было. Ну, вы знаете, я вот, когда заинтересовался, еще когда работал у Владыкия на пресс-секретаре, заинтересовался этим вопросом и попытался найти первоисточник вот этого мифа о сыноубийстве. Это Антоний Посевин. Совершенно верно. Оказалось, это как бы такой образец, что ли, психологической войны, информационной войны XVI века. Это, так сказать, такая вот технология информационной диверсии, что ли. Антоний Посевин, будучи прислан в Москву в качестве папского легата для того, чтобы обратить Иоанна в католичество. Не только Иоанна, а всю русскую... Ну, естественно, с ним и весь русский народ, да. Потерпевший крах и будучи при этом посрамнен не просто отказом государя, а еще будучи посрамнен в богословской беседе. Иоанн Васильевич был очень образованным человеком, это даже его противники признают, что он был самым образованным человеком своего времени. Даже Карамзин признает, что Иоанн IV наизусть знал Библию, вот что меня удивляет, как может тиран, кровожадный человек наизусть выучить Библию? Это же явное противоречие. Да, вы знаете, вот такие свидетельства о знании Священного Писания наизусть, они я нашел у святителя Игнатия Бринчанинова, он говорит, что только подвижники и насильники египетских монастырей 4-5-6 века, то есть вот времен расцвета монашества, они знали Священное Писание наизусть. Так вот Антоний Посевин, будучи личным врагом, не просто политическим, а личным врагом и ненавистником царя Иоанна Васильевича, впоследствии для того, чтобы каким-то образом оправдать свою неудачу, он измысливает этот миф о том, как можно договариваться с этим кровавым бургалаком, он вообще никаких рациональных аргументов он не способен воспринимать, да он сына убил. То есть этот миф оказывается измыслен совершенно конкретной политической целью человеком, который преследовал какие-то свои корыстные интересы. Меня удивляет, почему он после этого, он так охотно был принят историографией русской и потом кочевал из исследований, в другой тир подается в качестве какого-то бесспорного исторического факта. Чтобы провернуть этот миф, достаточно вспомнить о том, что Антоний Посевин прибыл в Москву спустя много времени после естественной кончины царевича Иоанна. Так что он не является современником этой смерти, и его утверждение это голословное клевито. Вообще, что любопытно, большая часть утверждений о жестокости государя, о каком-то его неправославном поведении, оно опирается, когда начинаешь этот клубок разматывать, да, собственно говоря, что лежит в основе, опирается на свидетельства иностранцев современников. Да, вот Антоний Посевин, там, Жером Горсей, Англии, Герберштейн, австрийский посланник. Да, Шлифтинг, Штадем, то есть немцы Штадем, так он вообще как бы был, он шпион был, прислан в Россию с целью разведать и составить план по возможному, так сказать, вторжению и завоеванию западных русских областей, тогда как раз Лимонская война же, так сказать, шла. И, а, Горсей, допустим, Горсей, чем замечательный и знаменитый, он написал воспоминания, в рамках которых утверждал, что при взятии Новгорода, когда царь Иван усмирял, значит, новгородских еретиков, на самом деле, по словам Жерома Горсея, было перебито 700 тысяч человек. Это куром насмерть. 700 тысяч человек. Столько не было населения, не было столько. Во всей Руси, по оценкам историков, по всей Руси, в то время было не более 4-5 миллионов человек. Так, а почему же с такой охотой верят этой клевете? Вот это загадка какая-то психологического характера. Почему это происходит? Это понятно. Понятно, почему сейчас верят. Потому что врагам нашего Отечества просто царь не даёт покоя. Вообще, просто в голове не укладывается, ведь столько много свидетельств, столько есть именно православных источников благочестивой жизни царя. Ведь никто не отрицает, даже Карамзин не отрицает, как царь перед венчанием, ведь какой он совершил подвиг духовный, вместе с царицей пешком в Троицко-Сергию-Лавру, выдерживая 40-дневный пост. То есть, для них это имело глубокий духовный мистический смысл. Это не просто там, как сейчас там свадьбу сыграть. Там мысли не было ни о каких увеселениях. Мысль была об ответственности и духовном союзе. Для того, чтобы... Я не говорю, начиная буквально с момента крещения, когда были трое старцев, великих старцев российских, были приглашены на момент крещения царя Иоанна Васильевича, и они засвидетельствовали, вот и царцы святой жизни засвидетельствовали необыкновенно святого младенца. Получил благословение самого Сергия Радонежского после крещения, он был возложен на мощи. А были измыслены дичайшие вообще выдумки такие, что там как будто бы он что-то такое совершил неблагочестиво, даже будучи младенцем. Это просто такая жуткая клевета, немыслимая. Ну, мне кажется, что такими выдумками они обличают сами себя. То есть, люди, которые способны распространять такие заведомые клеветы, они явно не заинтересованы в исполнении истины. То есть, они заинтересованы просто в том, чтобы любыми путями замазать эту эпоху, создать препятствия на пути духовного осмысления самого этого явления, возникновения первого русского царя, помазанника Божия, который, собственно говоря, изложил основы русского государства Москвы как Третьего Рима. Я вот вам приведу еще один пример вопиющей недобросовестности в этом же приложении два склада митрополита Ювенария, в частности, утверждается. Говоря о, значит, митрополите Филиппе, о том, что вот Иван Грозный имел какое-то отношение, значит, к его убийству. Нелепость какая. Это нелепость, я понимаю. Но, значит, там при этом говорится. А вот, что по этому поводу говорил такой святильный к русской церкви, как, значит, святитель Дмитрий Ростовский в своих житиях. И дальше приводится большая цитата. Но цитата приводится не из житии Дмитрия Ростовского. А по изданиям 1913 года. Совершенно верно. Просто те люди, которые писали этот доклад, они даже не знают, что жития Дмитрия Ростовского в оригинале своем, и томного томное издание Четьих Миней, которое было осуществлено перед революцией непосредственно в начале 20 века, это разные вещи. И в самих Четьих Миней Дмитрия Ростовского нету и следа вот этого, так сказать, вот этой безумной клеветы на царя Иоанна, которую они пытаются святителю приписать. Тоже возникает вопрос. Это что? Это просто некомпетентность или это злой умысел? Зачем это делается? Какой в этом смысл? Вот все эти бесконечные стоны, так сказать, о кровавой опричнении, о жестокости. Вот митрополит Иоанн что по этому поводу написал? «Приняв на себя по необходимости работу самую неблагодарную, царь Иоанн как хирург отсекал от тела России гниющие бесполезные члены, имея в виду вот все эти боярские заговоры, бесконечную череду измен, которую перетерпел государь. Иоанн не обольщался в ожидаемой оценке современниками и потомками своего труда, говоря, а дальше это цитата из одного из писем государя, «Ждал я, кто бы поскорбел со мной, и не явилось никого. Утешающих я не нашел. Заплатили мне злом за добро, ненавистью за любовь». В отличие от историков, говорит митрополит Иоанн, народ верно понял своего царя и свято чтил его память. Вплоть до самой революции и последовавшей за ней разгрома православных святынь Кремля, к могиле грозного царя приходил простой люд служить панихидой, веруя, что таким образом выраженное почитание Иоанна IV привлекает благодать Божью в дела, требующие справедливого и нелицеприятного суда. Аналогичные свидетельства я нашел у известного церковного историка Тальберга. Вот он тоже пишет о том, что все время служились панихиды на могиле у Иоанна Грозного, поскольку народ верил, что это способствует справедливому решению суда. Кстати, Тальберг считается самым справедливым и объективным православным историком. Хорошо, еще один аспект проблемы я хотел бы затронуть. Вот я уже его коснулся, говоря о митрополите Филиппе. Это взаимоотношения Иоанна Грозного с теми подвижниками, современными ему, которые впоследствии были причислены Русской Православной Церковью к лейку святых, со святителем Филиппом и с Корнилием Псково-Печерским. Значит, опять же, противники царя Иоанна утверждают, что и Филипп был убит по его приказу, а Корнилия Псково-Печерского и вовсе там раздавили какой-то страшной машине, машиной на глазах царя, или он самому голову отрезал. Каковы, так сказать, основания для таких утверждений? Нет никаких исторических данных, которые подтверждали бы подлинность этих заявлений. Известно, что преподобный Корнилий, игумен Псково-Печерский, скончался тихо, естественной смертью 20 февраля 1570 года после мирной благочестивой беседы с царем Иоанном Грозным. И в этой связи меня весьма тяжко удручает тот факт, что среди насильников Псково-Печерской обители до сих пор поддерживается повествование о том, как царь Иван Васильевич, встретив у ворот монастыря его игумена, в порыве ярости выхватил свою саблю, отсек игумену голову. Тут же он раскаялся, взял его на руки, понес его через всю территорию монастыря к Успенскому собору, значит, плача, рыдая. Ну, это... Знаете, ведь не только поддерживается в качестве устного предания вот этот миф, хуже того, значит, в службе святому Корнилию Псково-Печерскому, которая находится в минеях служебных, и которая составлена, если я не ошибаюсь, в 50-х годах XX века, то есть недавно совсем, тоже содержится та же самая клевета, та же самая версия, где говорится о том, что, значит, вот царь причастен к смерти этого мученика. И ведь это уже как бы серьёзный факт. Это как бы богослужебная книга минея, да? Я хочу спросить вас, батюшка, скажите, пожалуйста, а вот кем утверждалась эта служба, вообще какой она имеет духовный авторитет? Вот не была составлена в середине прошлого века некая служба и внесена в минеи. А значит ли это, что мы должны безоговорочно признавать её духовный авторитет как часть церковного богослужения? Вы знаете, здесь мы прикасаемся вообще очень серьёзной проблематике, из-за которой больше всего враги России и православия ненавидят царя Иоанна Васильевича Грозного. Мы подходим к той самой ереси жидовствующих, к которой он боролся. И вот истоки вот тех искажений, которые проникли, ведь они с того момента, когда царь своими действиями решительными по спасению церкви, буквальному спасению церкви от дорожения этой ересью, которая уже глубоко была поражена, о чём свидетельствует святитель Геннадий Новгородский, Иосиф Володский. Значит, всё-таки до конца, как вот мой отец духовный говорил, отец Василий Борин, что единственную ошибку, которую совершил Иоанн Васильевич Гродный в своей жизни, это то, что он до конца вот эти метастазы раковые не уничтожил. Вот, по жалости своей человеческой. Именно из-за жалости, потому что он человек, он пожалел, да. Он вместо того, чтобы казнить, он отправил ссылку. И оттуда эти метастазы пошли. И вот это внутреннее подтачивание церкви особенно проявилось в 19 веке. Я много сталкивался с такими источниками в церковных, богослужебных книгах, нотных источниках, где уже внедрялось ведь их действие, их тайное всегда, и ночью, и во тьме. И проникая в типографии, они вносили искажения. Это известно, искажения в тексте Библии, искажения в тексте Евангелия, для чего постоянно синодальная комиссия как бы отслеживала это. Но несмотря даже на это, тем не менее, всё равно проникало... Я много раз сталкивался, например, с сатанинской символикой, которая внедрена была и тогда вот как-то невнимательно относились к этому. Пентаграммы, вот, в изданиях 19 века сплошь и рядом, в богослужебных книгах. Ну так вот у нас в Санкт-Петербурге купол алтая в храме Смоленского кладбища, он, ну, украшен легендовидами, например. И поэтому вот такие источники. И тем более, постепенно они вымарывали как бы истинную историю и навязывали историю ложную. И нам известно достоверно, что в летопись Сковопечерского монастыря нет никаких свидетельств того, что Игумен Корнелий уже был казнён. Он почил собственную смертью. И в старых службах, ещё 17 век, когда его там, был святой преподобный, а никакой нигде не было. Но в летописи, насколько я знаю, сказано буквально следующее, что преподобный Корнелий был предпослан царём земным в обители царя небесного. То есть это подтверждает скорее то, что Вы сказали, что они имели беседу какую-то, после которой он и скончался. Да, митрополит, преснопамятный митрополит Уанн по этому поводу говорит. Надо обладать бурной фантазией для того, чтобы это упоминание летописное превращать в тот кровожадный эпизод, о котором ныне рассказывают монахи Сковопечерской обители. Это очень печально. Есть ещё один важный момент, который, с моей точки зрения, требует серьёзного и аргументированного обсуждения. Вот я опять обращусь к этому пресловутому приложению, к докладу Владыки Ювеналия, которое подсунули потом в деяние Собора. Я, честно говоря, думаю, знаете, зачем это было сделано? Затем, чтобы потом, через 5 или через 10 лет, как бы ссылаться на это, как на деяние Собора. А вот на Соборе в 2004 году вот что было. Кто там потом вспомнит, обсуждались эти приложения, обсуждались, являются они Соборными деяниями, не являются. Главное, всунуть в папочку с документами Собора свои три листика, а потом разберёмся, что к чему. Так вот, что в этом приложении ещё в частности сказано. Я опять же цитирую. В вину царю Иоанну Васильевичу Грозному ставится ложное с церковно-богословской точки зрения понимание значения царя в церковной жизни. То есть получается, что он, будучи первым помазанником Божиим, восстановив вот эту разорванную цепь после падения Византии, разорванную цепь помазания на царство, он каким-то, он что, неправильно сделал? Что можно воспринимать как неправильное понимание роли царя? То, что он говорил, что аз есть царь Божьим соизволением, а не человеческим хотением, это неправильно. Как раз именно вот это деяние царя, это свидетельство его величайшей роли для русского государства, для русского народа, для православной церкви, потому что здесь восстановлением чина, помазанного на царство, произошло как бы мистическое действие, произошло привитие новой ветви к лозе. То есть это и в дальнейшем вот эта мысль подтверждается всеми деяниями царя. То есть он ввел не просто он самим актом на помазание, миропомазание на царство, это одна сторона, которая совершалась вместе с митрополитом Макарием. Вот и чином, и чин составлялся вместе. Вот, дальше он собирает стоглавый собор, дальше он создает вот домострой, то есть он дальше ведет воцерковление народа. Воцерковление народа, то есть привитие народа, полное православие. В царстве государя ведь был создан и был создан лицевой свод, да, первое, как бы, исторически непрерывное повествование о русской истории, да, степенная книга, и домострой, хотя он написан не государем, не самим государем, тем не менее он тоже стал таким как бы катехизисом вот бытового православия для русского человека. Я хотел бы уточнить, что инициатором помазания Ивана IV на царство был все-таки святитель Макари, который обретается в наших святцах как подвижник благочестия. Ну, вы знаете, конечно, вот наша беседа сегодняшняя, она показывает, что тема о самодержавии, о его духовном значении, она очень широкая, мы вряд ли сможем ее охватить за один раз. И даже сама тематика, связанная с духовным значением царствования Иоанна Васильевича Грозного, тоже настолько широка, что за один раз мы ее охватить вряд ли сможем. Я надеюсь, что мы встречаемся с вами не последний раз, что мы в дальнейшем сможем еще вернуться к этой теме. Мы сегодня же наметили подходы к освящению этой болезненной пресерки. Я прошу прощения, у нас практически не остается времени. Спасибо большое, батюшка, спасибо вам, Михаил Вячеславович. Я повторяю, мы к этой теме еще обязательно вернемся. Благодарю вас, дорогие зрители, всего доброго, с Богом, до свидания.